Понятие наследства с юридической точки зрения достаточно многозначное. Счет в банке, доля в бизнесе, интеллектуальные права, автомобили – все это подходит под вышеуказанную категорию. Однако, как правило, когда речь заходит о вопросах наследования, чаще всего упоминается недвижимость – дом, квартира, либо их часть. Регламентируют процесс получения наследства – завещание, к оформлению которого предъявляются определенные требования. Человек должен написать своей рукой два экземпляра завещания. Если же по каким-то причинам гражданин не может этого сделать, то есть ему тяжело ввиду болезни или даже не желает, тогда будет печатать нотариус со слов завещателя, но при этом должен присутствовать свидетель. Свидетелем должен быть определенный человек. Законодательство предъявляет требования определенные к свидетелю, а именно свидетель должен быть абсолютно посторонний человек, не заинтересован в завещании и не судима за дачу ложных показаний. Как показывает юридическая практика, за последние годы возрастной порог тех, кто желает оставить завещание, существенно снизился. Если раньше это была прерогатива обладателей золотых лет, то сейчас за оформлением документа приходят и люди трудоспособного возраста. Здесь нотариусы напоминают – изменить текст завещания можно, причем в любой момент. Для этого необходимо обратиться за помощью в профильное бюро или контору. Если что-то изменится в решении завещателя, он может прийти в нотариальную контору и отменить, изменить составленное ранее завещание путем либо составления нового, которое отменит, изменит или дополнит ранее составленное завещание, либо путем уничтожения. Вот для этого придет завещатель, покажет свой экземпляр, нотариус выдаст из архива свой экземпляр и завещание будет уничтожено. Если же человек перенес тяжелое заболевание, повлиявшее на его физическую и психическую активность, или же это гражданин пожилого возраста, то, оформляя завещание, нотариусы могут порекомендовать им обратиться к экспертам за проведением психиатрического исследования. Специалист даст комплексное заключение об адекватности либо неадекватности человека. Исследуем память, внимание, мышление человека, его личностные особенности. На каждый когнитивный процесс даются две методики. Ну, то есть, в целом, где-то около 8-10 методик на одно исследование необходимо провести. Какие обычно такие вопросы возникают? Конечно же, это деление своего наследства, оставление наследства своего имущества. В большинстве своем оформляют завещание, составляются акты дарения на недвижимость. Реже присутствуют там договоры ренты. Они обычно у нас единичные. В большинстве своем, конечно, это завещание и составление актов дарения недвижимости. Полученное по итогу заключение позволяет предупредить разногласия между потенциальными наследниками, исключить лишние судебные тяжбы. Имея на руках такой документ, гражданин может обратиться в нотариальную контору по месту жительства, где компетентные нотариусы помогут оформить завещание юридически грамотно и точно, согласно воле заявителя. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...